Приветствую друзья, с вами Шаман. Лето пришло и пора бы нам рассмотреть всех насекомых июня в Animal Crossing для Nintendo Switch. И как обычно мы рассмотрим всех жуков, которые появляются в этом месяце и которые все еще остаются на острове с мая. Это я к тому на случай, если вы не успели кого-либо поймать, либо вы новичок в игре. Ну а начинаем мы с жуков, покидающих наш остров под конец июня. Первый экземпляр, на которого стоит обратить внимание, листовидная жужелица, которая облюбовала пни срубленных деревьев. И которая довольно часто появляется в поле вашего зрения, если вы выйдете на охоту в соответствующее время суток. А вот светлячок занимает особое место в нашей коллекции. Светлячки появляются в этом месяце и в конце же июня они исчезают. Так что постарайтесь поймать этого жучка, пока есть возможность. Время появления светлячков с 19 до 4. Остальные насекомые, бывшие в игре в мае месяце, по-прежнему остаются с нами. Но к ним примыкает июньская пятерка членистоногих, не считая светлячков, которых мы только что поймали. Итак, бронзовка повстречается вам, сидящей на стволах деревьев. Оценивается она в 200 дней. Появляется в игре с июня по август. А ловить ее можно круглые сутки. Очередной житель деревьев – радужный жук-олень, цена которого составляет 6000 дней. Появляется он с 19 до 8, в период с июня по сентябрь. А теперь переходим на пляж поближе к кокосовым пальмам. Именно на них появляется огромный и в то же время ценный жук-голиаф. В магазине Нука за него дают целых 8 тысяч дней. Время для поимки голиафа – с 17 до 8, с июня по сентябрь. Ну что ж, с деревьями разобрались. И теперь поищем маленького противного комара, который летает незаметно в округе и так и норовит укусить нас за шею. Пойманного комара можно продать всего лишь за 130 дней. А появляется этот вампир с 17 до 4, в период с июня по сентябрь. И последней представительницей новинок июня выступает Морфа Менелай, или как-то типа так. Поймать эту бабочку можно паркающей по вашему острову, но у меня она чаще всего встречалась возле пляжа, хотя замечал я ее и на цветочных полянах. Стоимость Морфа Менелай – 4000 дней, ловится с 17 до 8, в период с июня по сентябрь. А после она снова нам повстречается в декабре и в марте. А теперь переходим к рассмотрению всех жуков, которые перекочевали на наш остров с майской коллекции. И первыми мы рассмотрим всех бабочек. Краткая информация по ним будет появляться на экране. Кому что будет непонятно, обращайтесь за подробностями в видео о майских насекомых. Но мы давайте коротко пробежимся по всем жучкам. И первой будет большущая птицекрылка Александры. Это достаточно редкая бабочка, которую можно повстречать порхающей по вашему острову. Не менее красивая и не менее редкая – Сасакия Харонда. Белянок можно повстречать как на цветах, так и летающих в округе. Аналогично обстоят дела и с желтушками. Махаон – также достаточно частая бабочка в нашем сачке. А вот Бионор нужно искать возле цветов с синий, черной и фиолетовой окраской. Графиум Сорпидон встречался вам скорее всего уже множество раз. Агреа Скваудина – достаточно резвая бабочка и порой может заставить побегать за ней достаточно долго. Трагоноптера Брука появляется не так часто, но смотрится просто потрясно. Еще одна эффектная бабочка – Урания Мадагаскарская. Идея Левканоя скорее всего уже есть у вас в коллекции. А вот Павлиноглазка Атлас любит прятаться на стволах деревьев, как и многие новички Июня. И последняя бабочка, которая любит летать у источников света – Павлиноглазка. Простая Павлиноглазка – не Атлас. С бабочками все, высматриваем парочку резвых стрекоз. Одна из них – Дозорщик, достаточно резвый и проворный. Но более скоростная стрекоза прозвана Кардулигастер. Она еще резвее, как и Дозорщик мне чаще всего встречалась недалеко от реки. А теперь возвращаемся к цветам, на которых вы можете поймать мелкую восковую пчелу. Также здесь можно поймать парочку богомолов, обыкновенного зеленого и его розового собрата, который появляется лишь на цветах белого цвета. Здесь же обитает щитник, которого по-любому все уже поймали. И чуть большего размера – щитник с лицом. И напоследок поймаем всем знакомую божью коровку. И когда с цветочками покончено, мы отправляемся трясти лиственные и хвойные деревья, чтобы поймать осу, которая хоть раз да кусала вас. Мешочницу, спрятавшуюся в своем убежище из палочек. А также паука в черно-желтую полоску. Выбивая ресурсы из камней, вы можете повстречать макрицу. А в другой промежуток времени – многоножку. Ну и с камнями пока все. Идем на пляж. Тут мы поймаем рака-отшельника, маскирующегося под ракушку. А также морского таракана, который обитает на пляжных камнях. А вот на пеньках от срубленных деревьев вам повстречается блестящая златка. Ее сосед – цитрусовый усач. И яркая розалия, прибывшая к нам в мае месяце. В реках и прудах можно поохотиться на плавунца. Поймать водомерку в скользящей поводной глади. А также водяного клопа-гиганта, плавающего тут и там, и временами пристающего к берегу. На земле можно поймать кузнечика-акриду. Жука-скакуна, который может ускакать от вас, если вы приблизитесь слишком быстро. А еще особо ценного и ядовитого скорпиона. Ну и как обычно, мы поохотимся напоследок на сгнившей репе, которую вы не успели продать за неделю. Тут могут появляться муравьи. А также мухи, которые любят не только репу, но и прочий мусор, который вы вылавливаете из реки. А в дождливую погоду на кустах и камнях можно повстречать улитку. Ну и скачущую блоху вы можете заметить на жителях вашего острова. Если что, те сами будут вам жаловаться, что у них все чешется. А скачущая над их головами кусючка выдаст себя с потрохами. И на этом ваша коллекция июньских насекомых будет заполнена на 100%. Ну а я благодарю вас за внимание, друзья. Приглашаю к себе на стримы на мой второй ютуб канал. Ссылочки будут в описании. А с вами был Шаман. Всего вам хорошего и пакеда!